Талантливые люди Скажите, и что есть в этом городе приличных паровозов? Ну, что бы да, так нет И что, даже некому пустить дым? Ну, если надо Музыка Постой, паровоз, не стучите колеса Я к маленькой родной Последним приветом Спешу показаться на глазах Я к маме герой Последним приветом Спешу показаться на глазах Музыка 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 Идея пришла в голову Вячеславу Симченко Он сказал А давайте мы вот что-нибудь сделаем веселое Кроме того, что делаем полезное, красивое Давайте сделаем что-нибудь еще веселое к первому апреля И предложил совместно с ним спеть Я с удовольствием откликнулся Позвали профессиональных музыкантов Позвали профессиональных режиссеров, операторов И сделали такой легкий клип Музыка Как будто нажми на тамаса Юрий сказал, что идея в голову пришла именно вам Как это произошло? Идея, она так витала в воздухе Сама идея клипа Татьяна Жалинова уже не раз пыталась склонить Вот просто там предполагался немножко другой формат, другой стиль, другое все и без моего участия. А тут, не знаю, стояли очередной раз, смотрели, как проходят работы на паровозе. И кто-то там, уже не помню, кто-то напел про лабутены. Ну и одно за другое зацепилось. Просто как раз стояли три человека. У каждого достаточно есть хорошая такая творческая жилка. Такой один начал, второй подхватил, третий закончил. Вот как-то так. И получилась такая шутка. Процесс был классный. Он был очень скоротечен, потому что буквально все это у нас там было накануне, буквально 30 минут легкая репетиция. И то просто мы пытались, пытались петь. И с съемки это все прошло вот так вот с первого дубля. Буквально у нас ушло на 8-й час. Сейчас времени, так на одном дыхании. Ну, молодость вспомнили. Вот вы себя проявили в другой сфере, да? Не боялись ли сделать попытку реализоваться в другом направлении? А что бояться? Ну, во-первых, так как я писал анонс к этому клипу, знаете, очень много глупостей. Человечество совершает с очень серьезным выражением лица. Поэтому, ну, надувать щеки, умничать могут многие, но, к сожалению, не у всех получается делать что-то правильное. Я считаю, ну, не надо бояться быть самим собой, не надо бояться быть смешным, потому что нормальный человек не боится, да? Когда человек закомплексован, он все время оглядывается по сторонам. Это, кстати, характерно, вот чем отличаются, мне сейчас говорят, почему-то там европейцы, к примеру, или американцы, неважно. Человека с другой ментальностью можно легко отличить от нашего. Даже вот когда ты за границей, там, где бы ты ни гулял, будь это хоть Дубай, хоть Париж, хоть Берлин, там взгляд свободных, спокойных людей. А мы все-таки немножко скованы, мы все время думаем, кто бы что ни подумал, а что обо мне скажут, а как я буду выглядеть? Не бойтесь экспериментировать и воплощать мечты в реальность. Жизнь-то она одна. Жизнь-то, на самом деле, интересный квест. И переходя на новый, более сложный уровень, ты получаешь сложные задачи, и тем интереснее испытать себя, можешь ли ты достигнуть каких-то новых вершин. Потому что ведь всем известно, что у каждого человека есть свой некий потолок некомпетентности. Или потолок компетентности, да, перешагнув через который, ты уже ничего не можешь сделать. Но вот найти вот этот свой верхний предел всегда интересно, и шагаешь выше, выше. Всегда есть куда стремиться и развиваться. Саморазвитие – это процесс долгосрочный, а главное – добровольный. Саморазвитие – это и есть главный смысл существования человека. То есть, что такое образование, что такое развитие? Это когда человек сам хочет образовываться, сам хочет развиваться, сам хочет учиться. Потому что, как говорится, лошадь можно привести к водопою, но заставить ее пить нельзя. Также и ребенку можно показать какие-то примеры, какие-то интересные вещи, но заставить его что-то сделать невозможно. Внутренняя мотивация у человека, она может прийти в любом возрасте. Хорошо, конечно, если бы она пришла в гораздо более юном, да, и тогда человек успевает больше сделать. На самом деле можно начать писать стихи или там саморазвиваться и в 60, и в 70, в любое время. Но время, которое у тебя остается до конца жизни, остается все меньше и меньше. Поэтому лучше, конечно, найти свою мотивацию как можно раньше. А как ее найти, не знаю. Наверное, понять, что мир интересен, в мире масса интересного. Конечно, конечно. Надо просто открыть глаза и посмотреть, не утыкаться там. Я не говорю там, не утыкаться в девайсы какие-то, а не утыкаться внутрь, в какие-то проблемы. Ведь проблемы тоже надо, как это, переживать легко. Мы сами строим свою жизнь и разделяем все происходящее в ней на плохое и хорошее. Мы сами ставим себе рамки, из-за которых потом трудно выбираться. Не теряйте драгоценное время, которое так быстро летит. С одной стороны, нет какой-то такой универсальной таблетки. С другой стороны, все, как бы, оно и просто. Не надо бояться, строить себе планы. Не надо, вернее, наоборот, это необходимо мечтать. Мечтать о хорошем. Надо ставить себе цели и к ним идти. То есть, безусловно, если ты понимаешь, ну, время, наверное, только с годами, действительно, когда уже на голове не остается волос, тогда ты понимаешь, как ценно каждая прожитая минута. И действительно, понимаешь, что, может быть, мог бы успеть большего, мог бы достичь большего, если бы в свое время чуть-чуть по-другому распоряжался своим временем. Но к времени надо относиться, ну, так, чтобы максимально эффективно его тратить. А также, вот, в каком-то смысле, может быть, неправильная аналогия, вот как к деньгам. Да, их надо тратить эффективно. Так и свою жизнь, свое время надо тратить эффективно, получать максимальную отдачу от каждой прожитой минуты. На паровозах, ах, и восхитительных штанов, на паровозах, ах, и восхитительных штанов, на паровозах, ах, и восхитительных штанов. Редактор субтитров А.Семкин